Библейский портал экзегет.ру представляет Приветствую вас, дорогие братья и сестры! На библейском портале экзегета мы продолжаем вместе с вами рассматривать и читаем, объясняем Евангелие от Луки. У нас сегодня 22 глава, где уже последние дни земной жизни Господа Иисуса Христа и вот то, что мы как раз вспоминаем на Страстной Седмице и читаем. Приближался праздник опресноков, называемый Пасхою, и искали первосвященники и книжники, как бы погубить его, потому что боялись народа. Пасха называется праздником опресноков, потому что действительно в Ветхозаветную Пасху вкушались именно опресноки, не только вот агнец приготовленный, но и опресноки в знак того, что очень поспешно, быстро собирались из Египта, когда спасались, да, вот когда Господь выводил народ. И поэтому не квасной хлеб, да, а опресноки. И вот это вот в память того, что очень быстро тогда выходили, и поэтому сам праздник Пасхи назывался праздником опресноков. И при этом мы видим, что первосвященники, книжники, они хотят схватить спасителя, но при этом боятся народа. И это значит, что они остерегаются открыто осуществить свои злобные замыслы, они ищут такой возможности, ну, когда вот выдался бы момент, чтобы рядом со спасителем не было всех этих вот людей, которые толпами окружали его, и а как это сделать? А для этого очень удобно через предателя. И вот мы читаем, вошел же сатана в Иуду, прозванного Искариотом. То есть, вот тут сразу понимаем, что они ищут предателя, да, и вот он Иуда, который стал предателем, и в него вошел сатана, ведь сатана изначально тоже оказался предателем, предателем Божьим, потому что каждому разумному существу и каждому ангелу Господь веряет очень многое. И если ты, будучи Божьим созданием, вот отворачиваешься от Бога, то в каком-то смысле ты предаешь Бога, предаешь доверие Божие и становишься предателем. Вот сатана делает предателем Иуду, вошел же сатана в Иуду, прозванного Искариотом, одного из числа 12, и он пошел и говорил с первосвященниками и начальниками, как его предать им. В каком смысле Иуда стал одержимым? Действительно, именно так сказано, что сатана именно вошел в Иуду, прозванного Искариотом. Он действительно один из числа 12. Евангелист Лука не стыдится вот это вот описывать. То есть, ну, понимаете, как часто бывает, что если какой-то вот человек долгое время, ну, был в церкви, а потом вдруг не устоял, то мы тут же как бы отгораживаемся, что нет, он не с нами, он вообще тут ни при чем, мы к нему не имеем никакого отношения. А на самом деле нужно признать вот эту горькую правду, что дьявол наносит удары по телу церковному, и кого-то дьявол выбивает из строя, вот как враг пытается поразить, поразить там солдат, даже вот офицеров из войска. И вот нужно прямо сказать, что да, он был одним из 12. Он, как и другие апостолы, когда они по двое ходили, проповедовал, и тоже вместе с ними совершал чудеса благодатью Христовы, исцелял, да, там, прокаженных очищайте, там, больных исцеляйте. Они мазали маслом многих недужных, и те исцелялись. Вот, и вот он-то, тот самый, который тоже был причастен силе Христовой, он становится предателем, а через что? Он открыл доступ в своем сердце сатане. И сатана входит, он становится одержим, но не в смысле вот этого страшного телесного беснования, вот как святитель Игнатий Бринчанинов объясняет, что есть два вида беснования. Одно беснование, которого обычно люди боятся, это телесное беснование, когда дьявол завладевает телесными членами человека, и тот, не владея собой, да, совершает какие-то действия, там, бьется в припадке, боится святынь, прыгает там от святынь, произносит какие-то страшные возгласы, как какое-то животное. Это телесное беснование, телесная форма одержимости, и она на самом деле душу такого человека не губит. Вот как говорит святитель Игнатий Бринчанинов, даже эти страдания могут послужить во искупление грехов этого человека, они очищают его душу, потому что он терпит это бремя, бремя телесных страданий, потому что дьяволу Господь попустил завладеть данным человеком, и душа такого человека, она в конечном итоге спасается для вечной бессмертной жизни. А вот есть второй вид одержимости, когда дьявол пытается завладеть именно душой человека, его сердцем посредством чего? Посредством помыслов, пожеланий, и он как бы внутри завладевает, когда человек становится единое как бы вот существо с дьявольскими силами, и что хочет дьявол, то хочет и этот человек. И он вынашивает в себе какие-то коварные злые помыслы, хотя внешне телесно он неодержим. И вот это вот самое страшное, потому что в таком случае душу этого человека дьявол увлечет за собой в глубины преисподней. Это и случилось с Иудой. О нем говорится, что он был серебролюбив, и через серебролюбие дьявол потихоньку подкрался, и, в общем-то, считается так, что, возможно, Иуда рассчитывал, что спаситель, вот войдя в Иерусалим, он станет действительно царем, и все апостолы, они получат такую видимую внешнюю власть, государственную власть, они получат какие-то высокие должности государственные, а так как Иуда носил с собой ковчежец, куда там собирали, то есть он отвечал как бы за деньги апостольской общины, то он мог рассчитывать на то, что он станет министром финансов в этом новом царстве Мессии. И тут вдруг оказывается, что Христос, войдя в Иерусалим, да, вот это торжественное, люди его встречают, благословен гряды во имя Господне, он входит в храм, он изгоняет торгующих, но не провозглашает себя императором, он не являет какую-то грозную такую силу, и Иуда начинает сомневаться и ищет хотя бы какую-то выгоду здесь, хотя бы что-то вот урвать себе, он вот идет и договаривается с первосвященниками и начальниками. Начальники это кто? Это имеется в виду начальники над храмовой левитской стражей, то есть левиты, они исполняли в том числе обязанности стражи при храме, и у них были свои начальники. И эти охранники, конечно, чем-то вооружались, что разрешало, что могла дозволить им Римская империя, да, и вот договорившись, они как, решили искать удобный момент, и читаем, они обрадовались и согласились дать ему денег, и он обещал, и искал удобного времени, чтобы предать его им не при народе. Люди не позволили бы, а Иуда знал, что в какой-то вот момент Спаситель непременно окажется только вот с двенадцатью или даже один. Настал же день опресноков, в который надлежало заколать пасхального агнца. И послал Иисус Петра и Анна, сказав, пойдите, приготовьте нам есть Пасху. Вот на самом деле, братья и сестры, здесь такой у ученых, такой даже вот спор, дискуссия, в какой именно день Спаситель совершает тайную вечерю. Вот сказано, настал день опресноков, который надлежал заколать пасхального агнца. Спаситель вот направляет Петра и Анна приготовить горницу. Но дело все в том, что в то время, в первом веке и еще даже до этого существовала уже такая традиция, что многие люди вот съезжали с Иерусалим, чтобы встретить там праздник Пасхи в городе Иерусалиме. А помещений не так-то много для съехавшихся, поэтому зачастую приезжие, они совершали Пасху накануне. И эта традиция, она существовала, то есть слишком много было таких групп, семей, или там друзья собирались, а помещений на всех не хватало, и тем более заколать там столько агнцев, вот как бы делились на два дня. И накануне как раз вот многие совершали уже пасхальную трапезу, и в этом смысле как раз еще можно, мог в принципе найти где-то квасной хлеб, на котором и было совершено таинство Евхаристии, причащение, потому что это не причащение, и Евхаристия, она совершилась не на опресночном хлебе, а на хлебе квасном, как мы читаем в греческом тексте Евангелия, артес, это именно артес, вот слово айра, поднявшийся, вскисший хлеб. И можно полагать, что это было именно накануне праздника Пасхи. И вот Спаситель посылает Петра и Анны, говорит, чтобы они приготовили, они же сказали ему, где велишь нам приготовить? Он сказал им, вот при входе вашем в город встретится с вами человек, несущий кувшин воды, последуйте за ним в дом, в который войдет он, и скажите хозяину дома, учитель говорит тебе, где комната, в которой бы мне есть Пасху с учениками моими? Ну, тут тоже такое интересно получается, что вот некий человек, который несет кувшин с водой, и есть даже такое мнение, что это как некая такая конспирация, что уже была оговорена с этим человеком, а он встречает, вот и как бы показывает, где именно, где именно будет совершаться тайное вечера, чтобы, ну, в общем, больше никто об этом не знал. Хотя некоторые древние тоже, они уточняли, что это вроде в доме евангелиста Марка совершалось, но это, конечно, из древних таких вот преданий, точно мы не можем сказать. Во всяком случае, апостолы Петр и Иоанн, получается так, что они как наиболее доверенные лица, причем Петр, он самый старший по возрасту, среди апостолов был тоже вот из предания, а Иоанн самый младший. И вот самый старший, самый младший идут, сказано, они пошли и нашли, как сказал им, и приготовили Пасху. Нужно было со специальными обрядами приготовить вот это вот помещение для празднования пасхального торжества. И затем вот они все собираются, и когда настал час, он возлег и 12 апостолов с ним. Тут, братья и сестры, вот нужно обязательно понимать, что трапезы, они совершались именно не сидя, вот как вот мы за столом сидим, а лежа, где небольшой такой вот столик мог поставляться, там, ну, сантиметров 10, может быть, высотой, на которую ставились блюда определенные, и возлегали к этому столу, ну, видимо, на левом боку, чтобы правой рукой можно было брать, или, ну, вот есть, конечно, разные уже исторические изыскания на эту тему. Такая была традиция. Но это чисто вот внешние такие вещи. Для нас самое главное, что вот по существу совершилось на этой вечере. И, значит, когда настал час, он возлег и 12 апостолов с ним, и сказал им, «Очень желал я есть с вами сию Пасху прежде моего страдания, ибо сказываю вам, что уже не буду есть ее, пока она не совершится в Царстве Божьем». И вот оказывается, что Господь, Он тоже имел вот некое такое глубокое желание разделить трапезу со своими учениками. Это о чем говорит? О том, что вот Господь, Он неравнодушен к нам. Часто нам кажется, что, ну, вот мы там страдаем, и Богу как бы все равно, Он в отдалении. Оказывается, Господь хочет разделить с нами трапезу, трапезу Царства Божия. И на Тайный вечер это как раз и проявляется. «Очень желал я есть с вами сию Пасху». Ну, тут Он еще говорит, конечно, и в том смысле, что это последняя, так сказать, вот прощальная трапеза, потому что ученики еще не понимают, что уже вот остались последние дни или там даже считанные часы, ибо сказываю вам, что уже не буду есть ее не просто вот последующую Пасху, да, а вообще фактически и трапезы уже никакой не будет, пока она не совершится в Царстве Божьем. А под Царством Божьим здесь подразумевается воскресение Христово, когда Спаситель победит смерть и уже в телесно преображенном виде явится ученикам, то для их убеждения Он, сказано в Евангелии, разделит с ними трапезу, и таким образом новая трапеза будет уже в Царстве Божьем. Но здесь еще на самом деле речь не про причащение, это не чаша, где вино притворено в кровь Христову, сейчас мы поясним, уже после этого мы читаем, и взяв хлеб и благодарив, преломил и подал им, говоря, «Сие есть тело мое, которое за вас предается, сие творите в мое воспоминание. Также и чашу после вечери, говоря, сия чаша есть новый завет в моей крови, который за вас проливается». Получается так, что Лука, он упоминает про две чаши, да, и первая чаша – это принадлежность еще такого ветхозаветного обряда празднования Пасхи, Пасхи ветхозаветной, а вторая чаша – это уже чаша Нового Завета, чаша крови Христовой, которая изливается за весь мир и которой приобщаются апостолы. Дело в том, что вот по сложившейся уже традиции тогда, во время празднования ветхозаветной Пасхи за трапезой выпивалось вообще четыре чаши, четыре чаши передавались, и вначале самая первая чаша – чаша как бы благословения, и ее передавали вот по кругу, выпивали, после этого там происходило омовение рук, потом, значит, читали какие-то вот писания, да, потом, значит, пили вторую чашу, ели горькие травы, это напоминало о египетском, о горечи египетского рабства, мацу вот эту вкушали пресную, и потом читали какие-то вот тексты из закона, из книги «Исход», и пили следующую чашу, вот, потом уже вкушали пасхального агнца, воспевали псалмы, пили еще чашу, и суть в том, что, видимо, в полном обряде, вот, в полном виде этот обряд он осуществлялся, но спаситель, причем, судя по тексту Евангелия, и с чем соглашаются некоторые толкователи, когда он говорит, «Иб, взяв чашу и благодарив, сказал, примите ее и разделите между собою, ибо, сказав вам, что не буду пить от плода виноградного, доколе не придет царствие Божие». То есть, сам Спаситель не пьет этого вина. Он угощает своих учеников в эту пасхальную трапезу, но он понимает, что сам он, собственно, становится пасхальным агнцем, приносимым за грехи людей, и он не вкушает вина, уже настраиваясь внутренне на предстоящие ему страдания, и после этого он как раз вот и устанавливает самое главное таинство церкви, таинство Евхаристии, где хлеб и вино притворяются в тело и кровь Христовы, и в этом таинстве мы принимаем Господа в самих себя, вкушая святые тайны, святые дары, и это мы совершаем в его воспоминания, и это вот таинство нового завета, как сказано, сия чаша, есть новый завет в моей крови, который за вас проливается, а дальше Спаситель такой вот тоже важной вещью говорит, и вот рука предающего в меня со мною за столом, впрочем, Сын человеческий идет по предназначению, но горе тому человеку, которым он предается, и прежде всего мы из этих слов что извлекаем, то, что оказывается Иуда, предатель, он находился в это же время тоже на тайной вечере и причастился святых тайн, рука предающего меня со мною за столом, там по-гречески буквально на столе, Иуда, видимо, в это время протягивал руку какому-то блюду, а Спаситель произносит слова рука предающего меня со мною за столом. Это значит, что Спаситель все-таки не отверг Иуду, и он его тоже причастил, как бы ожидая его исправления, пытаясь привлечь его, давая ему последнюю такую попытку, чтобы остановить и проявляя свою любовь к своему ученику. И в словах Господа Сын Человеческий идет по предназначению, но горе тому человеку, которому он предается. Нам приоткрывается в этих словах тайна промысла Божия. Уже в божественном ведении приуготовлено, что Сын Божий, который стал Сыном Человеческим, он непременно пострадает. Поскольку мир лежит во грехе, этот грех нужно искупить, и Сын Божий становится жертвой за грех мира, но это не значит, что сам Иуда как бы предназначен, как будто Господь специально делает его вот таким безусловным орудием, что у его якобы не было другого пути. Иуда поступает добровольно, но он включается в промысл Божий, согласно этому промыслу Божию, Спаситель это жертва за грех мира, но тот, кто специально предает Христа, он погрешает по собственной воле и несет за это ответственность. И что же происходит на Тайной вечере, когда Спаситель сказал об этом, он ведь не назвал прямо Иуду, говорит, что этот человек, вот он здесь с нами за столом, и они начали спрашивать друг друга, кто бы из них был, который это сделает. А вот дальше совсем интересно, был же и спор между ними, кто из них должен почитаться большим. вот понимаете, на Тайной вечере ведь происходят особые вещи, и Спаситель только что установил Таинство Евхаристии, при этом Господь говорит, что один из вас предаст меня, они начинают спрашивать, а кто же это из нас, кто может так поступить, и тут же вдруг спорят, кто из них больше, и видимо, как было, что вот эти еще мечты, простые такие человеческие мечты непреображенного сознания, что мы должны получить некую особую власть, особое место рядом с Господом в видимом царстве, они выразились в том, что и где-то самонадеянность, что прежде всего они начинают как бы так говорить, что нет, вот не я предам, не ты, а вот может быть вот тот предаст, а потом начинают спорить, а кто из них больше, не понимая, что на самом деле каждый из нас может тоже стать предателем и по своей неустойчивости утерять Христа. Он же, Спаситель, сказал им, цари господствуют над народами и владеющие ими благодетелями называются, а вы не так, но кто из вас больше, будь как меньший и начальствующий как служащий, ибо кто больше, возлежащий или служащий, не возлежащий ли, а я посреди вас как служащий. Спаситель устанавливает совершенно иную шкалу духовных ценностей, вообще ценностей человеческих, больше не тот, кто принимает больше почета, а выше всех тот, кто всем служит. И чем больше человек служит другим, тем он выше становится. Вот как в Киево-Печерском Патерике там описывается, когда только-только вот еще устанавливался монастырь и преподобный Антоний Печерский. Преподобный Антоний Печерский, он сторонился такого вот административного управления, хотел пребывать в уединении, и его спрашивают, а кого бы вот нам избрать игуменом? И он им дает такой совет, а кто из вас самый смиренный, самый кроткий, самый послушный? Они говорят, в Феодосии, вот он пусть и будет вам игуменом. Самый смиренный, кроткий, послушный, добродетельный, потому что у такого человека есть духовный авторитет, его уважают, и по идее вот такие должны становиться духовными руководителями, возглавлять тоже всякие духовные структуры, и спаситель закладывает именно такой принцип, потому что бывает так, что, ну, конечно, цари господствуют, те, кто владеют, они благодетелями называются, часто излезти, их называют благодетелями, но духовные реалии, они совершенно иные. Проходит земная жизнь, человек слагает свое тело, и в духовном мире он предстает тем, кем он был по своим сердечным стремлениям, пред Богом все открыты, и если ты вершил какие-то грехи и утопал в гордыне, угождал только себе, то в чем же тут будет величие? Ну, я еще открою еще другой момент, вот, допустим, когда в семье, да, вот кто больше, родители или дети? Понятно, что родители, но по существу мы видим, что именно родители в каком-то смысле вот служат детям, то есть они постоянно о них заботятся, там, ночью не спят, днем все время думают, как там устроить жизнь своих детей, и дети зачастую этого не замечают, и вот эта вот родительская жертвенность и служение, оно как раз и делает родителей выше, и по-другому быть не может, и принципы духовной жизни, они точно такие. Дальше Спаситель дает некое утешение своим ученикам, но вы прибыли со мною в напастях моих, и я завещеваю вам, как завещал мне отец мой, царство, да едите и пиете за трапезой моей в царстве моем, и сядете на престолах судить двенадцать колен израилевых. то есть тот, кто вместе с Господом претерпевал страдания, тот вместе с ним наследует и славу, кто испытал все вот эти во имя Христова напасти, тот становится причастником царства Христова, а трапеза, сказано, да едите и пиете за трапезой моей в царстве моем, это, конечно, образ, образ духовного торжества, образ небесной трапезы, где люди приобщаются славы Божьей, благодати Божьей, и вот как вот было в древности, что тот, кто за царской трапезой участвует, получается, что он сподобляется особой милости царской, и в этом смысле тут и говорится, что эти люди, которые вместе со Христом, они сподобляются как бы трапезой небесного царя, то есть они становятся своими для небесного царя, и причащаются его небесной славы. «И сказал Господь, Симон, Симон, все сатана просил, чтобы сеять вас, как пшеницу, но я молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя, и ты, некогда обратившись, утверди братьев твоих». Вот тут интересно, прежде всего, что значит, что сатана просил, чтобы сеять вас, как пшеницу. И, во-первых, мы видим, что оказывается для Христа для него же открыты вот эти духовные реалии, и сатана просил о чем-то. Вот как, помните, в книге Иова сатана обращался к Богу и просил, чтобы было дозволено искусить Иова, лишить его здоровья, лишить его вначале имущества, лишить детей, потом уже здоровья, как бы дозволению, потому что все в руках Божьих. И тут то же самое. Сатана просил, а о чем просил? Вот сейчас не все поймут, что это значит, сеять вас, как пшеницу. И вот святые толкователи, Иоанн Златоуст, они так объясняют, что вот как через решето, когда пшеница, вот она проходит, вот ее там крутят, крутят и пытаются как бы разбрасывать, то есть некое вот это круговращение пшеницы, разбрасывание, куда попало, некие потрясения имеется в виду, что дьявол хотел, чтобы особое потрясение постигли апостолов, чтобы разбросать их в разные стороны, но не для того, чтобы они принесли плод, а в данном случае, чтобы как больше их потрясти, друг от друга отделить, и тогда не будет никакого единства церкви. «Но я молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя». Спаситель, как человек, молится о своих учениках, потому что переживает о них, и ты, некогда обратившись, утверди братьев твоих, то есть фактически спаситель предсказывает, что ты, Симон, пойдешь, но потом ты обратишься, и тогда ты утверждай братьев твоих, потому что они будут еще малодушны, маловерны. Он отвечал ему, «Господи, с тобой я готов и в темницу, и на смерть идти». И действительно, Петр не врет, Петр не обманывает, он очень пламенный такой, горячий, нравом, он весь в таких вот порывах видит, Христос идет по волнам. «Господи, если ты вот скажи, я тоже пойду к тебе». И пошел, правда ведь, пошел же. Потом, правда, упал, потому что оскудел в своей вере, видел волны, но Спаситель его вытаскивает. И каждый раз, кстати, Спаситель вытаскивает Петра из каких-то падений. Да, и сейчас он говорит, «С тобой я готов и в темницу, и на смерть идти». И Петр правду говорит, у него настолько душа пламенеет, что он хочет пойти, но он не видит самого себя. Петр верует во Христа, хочет пойти за Ним, но самого себя и своих сил не оценивает. И, может быть, это и повлекло за собой вот то предательство, что не надо-то было на рожон лезть, вот идти прямо в тот двор, где столкновение с таким испытанием, где тебе прямой вопрос задают. И, значит, «С тобой я готов и в темницу, и на смерть идти». Но он сказал, «Говорю тебе, Петр, не пропоет петух сегодня, как ты трижды отречешься, что не знаешь меня». Вот представьте себе, ну, мы, конечно, привыкли уже читать эти слова Евангелия, и мы все это знаем вроде бы, но вот представьте, что ведь Петр совсем не ожидал такого предсказания. Когда какой-то человек идет к прозорливому, допустим, какой-нибудь семинарист, и узнав о прозорливом старце, идет к нему, то, конечно же, всякий такой семинарист хочет, чтобы ему предсказали что-то великое впоследствии, высокое. И потом некоторые делятся, там, вот мне сказали, что я там епископом, может быть, буду, и так далее. И, а если тебе вдруг предскажешь, что ты знаешь, а ты вообще-то будешь предателем, насколько человек это огорошит, да, но здесь на самом деле Господь говорит, что ты некогда обратившись, утверди братьев твоих, то есть, да, у тебя будут падения, но будет и восстание, и через покаяние ты станешь еще сильнее. «И сказал им, когда я посылал вас без мешка и без сумы и без обуви, имели ли вы в чем недостаток?» Они отвечали, «Ни в чем». Тогда он сказал им, «Но теперь, кто имеет мешок, тот возьми его, также и суму, а у кого нет, продай одежду свою и купи меч, ибо сказывай вам, что должны исполниться на мне и сему написанному, и к злодеям причтен». Это из пророка Исаия, «к злодеям причтен». «Ибо то, что о мне приходит к концу». Они сказали, «Господи, вот здесь два меча». Он сказал им, «Довольно». Не совсем понятно, о чем тут идет речь. На самом деле, здесь слова спасителя очень такие образные, аллегоричные. Он говорит им, что, ну, прежде всего, действительно напоминает, что он посылал их без мешка, без сумы, без обуви, и они ни в чем не испытывали недостатка, потому что Господь не оставлял их своей заботой. А теперь говорит, он не то хочет им сказать, что действительно, давайте вы там мешок и побольше там утрабуйте туда всякого добра, да еще и мечи себе приобретите, а он хочет сказать, что теперь наступает время лишений и время испытаний и время особого бодрствования. просто два-то меча вот эти, они ничего не дали бы абсолютно, то есть совершенно бесполезное сопротивление с такими средствами, да, и сопротивляться мы должны совершенно по-другому. Наше оружие духовное, и оно не спровергает любые твердыни. Он говорит им о том, что наступает время особой борьбы, особых испытаний, и как раз вот против них будут оборачивать меч. А когда они говорят, что вот, они слишком буквально это поняли, говорят, вот здесь два меча, то он им говорит, довольно, то есть в том смысле, что хватит, вот так вот объясняют это святой Ян Златоуст, другие толкователи, что хватит вот об этом рассуждать, раз ваше сознание, оно не поднимается выше каких-то буквальных вещей. И выйдя, пошел по обыкновению на гору Елеонскую, за ним последовали и ученики его. На Елеонскую гору они часто приходили, там в тени оливковых деревьев они беседовали, и Спаситель там молился. И тут, конечно, имеется в виду сейчас Гефсиманский сад, который тут же, там все рядом, на дно примыкает к одному из склонов Елеонской горы. И вот оно, это Гефсиманское моление. Придя же на место, сказал им, молитесь, чтобы не впасть в искушение. Все наши искушения, которые потрясают нас и лишают нас устойчивости, они случаются из-за того, что мы в какой-то момент перестаем горячо молиться Господу. То есть, вот оскудевает у нас духовный такой огонек, и искушения, они легко подступают. И это легко проверить, вот когда утром мы встаем, если мы по-нормальному не помолились, то очень быстро какие-то обстоятельства выводят нас из себя. У нас наступает раздражение, мы на кого-то начинаем прикрикивать, сердимся, негодуем, а на самом деле потому, что мы потеряли время для молитвы, не уделили время молитве, и в душе не оказалось устойчивости. Поэтому молитесь, чтобы не впасть в искушение. Молящаяся душа легко преодолеет любое искушение. И сам отошел от них на вержение камня, то есть на такое расстояние, как можно добросить камень. Речь идет о том, чтобы в отдалении помолиться, но в то же время можно было обратиться к ученикам, они бы услышали его, если бы он позвал их. Поэтому они слышали, о чем он молился. И преклонив колени, молился, говоря, «Отче, о, если бы ты благоволил пронести чашу сию мимо меня, впрочем, не моя воля, но твоя да будет». Спаситель он обладает всем, что свойственно каждому человеку. И воплотившись, он имеет тоже человеческую волю, хотя он же Сын Божий. И для человека, любого человека, смерть является чем-то неестественным. То есть каждый человек боится и трепещится приближение смерти, потому что смерть вторглась незаконно. И вот это вот приближение холода смерти, то, что предчувствует Спаситель, тех невероятных страданий, через которые придется пройти. И в общем, вот эта Голгофа со всеми ее ужасами, она, конечно же, вызывает в человеческой природе Спасителя некоторое трепетание. И в Гефсиманском молении проявляется его человеческая воля, когда он говорит «Отче, о, если бы ты благоволил пронести чашу сию мимо меня, впрочем, не моя воля, но твоя добудет». И в этом молении все-таки человеческая его воля всецело следует за волей Бога Отца. Некоторые задают такой догматический вопрос «Как же ведь он же воплотившийся Бог сам, Сын Божий? Да, это так, а как же он молится?» На это отвечаем, точнее отвечают святые отцы, преподобные, Иоанн Дамаскин в частности, что воплотившийся Сын Божий в данном случае как человек именно обращается к Богу Отцу, потому что ипостась Сына иная, нежели ипостась Бога Отца. Поэтому Сын Божий может обратиться к Богу Отцу, это личное обращение. Он обращается как человек, испытывая человеческие страдания. Но в целом эта тайна, она, конечно, непостижима для нашего сознания. Ясно одно, что став человеком он претерпевает весь спектр человеческих переживаний и всю глубину страданий. Лука даже так акцентирует и дальше даже пишет «Явился же ему ангел с небес и укреплял его». Настолько тяжелым было вот это гефсиманское борение, что спаситель, как человек, нуждался в укреплении со стороны ангела. Оказывается, ангелы находятся рядом с нами, особенно, когда мы молимся, и они укрепляют молящихся людей. Вот это важно тоже понимать. Если не будем молиться, то как мы примем ангельскую помощь, ангельскую поддержку, «И, находясь в борении, прилежнее молился и был под его, как капли крови, падающие на землю». Некоторые пытались как-то там условно это объяснить, но все-таки речь идет о том, что спаситель истекал таким кровавым потом. Такое бывает при очень сильных нервных переживаниях, при сильном таком стрессе, а также в ожидании чего-то очень тяжелого, когда капилляры разрываются или что-то там такое, кровь просачивается вместе с потом. И Лука, который являлся вообще врачом по образованию, он все такие медицинские вещи он тоже в своем Евангелии фиксирует. И здесь по-гречески буквально как сгузки, не просто капли, а как бы сгузки, как капли крови, падающие на землю. вот такое моление с тяжелым переживанием происходило в Гефсиманском саду. Встав от молитвы, он пришел к ученикам и нашел их спящими от печали. И получается, что спаситель совершенно один. Вот это одиночество Христа в самый ответственный момент его жизни, когда вроде бы люди за ним следовали, все его прославляли, когда он исцелял, очищал прокаженных, пятью хлебами кормил голодных, но в самый ответственный момент он оказывается одинок. И на самом деле христианин, который идет по пути Христову, ему тоже каждому христианину посылаются такие моменты, когда вдруг рядом никого абсолютно нет, и ты совершенно один, ну как один, ты пред Богом находишься, но страдания кажутся просто зашкаливающими, и вроде бы такая безысходность, когда ты один на один с этой проблемой, а на самом деле надо понять, что ты один пред Богом, и этот крест, он тебе тоже от Бога, как некое духовное испытание, и вот Спаситель видит, что они спят, но они спят от печали, такое бывает, что когда человек унывает, грустит, то сон начинает овладевать его веками, он склоняет голову и засыпает, и вот Спаситель находит учеников, спящими от печали и сказал им, что вы спите, встаньте и молитесь, чтобы не впасть в искушение, если дух будет бодрствовать, то печаль отступит, уныние того не завладеет, и духовное бодрствование, оно не даст телу никакого дремания и лености. Когда он еще говорил это, появился народ, а впереди его шел один из двенадцати, называемый Иуда, и он подошел к Иисусу, чтобы поцеловать его, ибо он такой им дал знак, кого я поцелую, тот и есть. Иуда знал, что Спаситель пойдет в Гефсиманский сад, вообще вот на склоны горы Елеонской, это было в обыкновении, и он идет, чтобы поцеловать, почему? Потому что в темноте вот эти посторонние люди, слуги первосвященников, храмовые стражи с начальниками их, они не разобрались бы, кто именно среди них Христос. Освящения никакого уличного не было, факелы, они не так много бы дали света, поэтому нужен был некий знак. И Иуда идет и целует Христа, Иисус же сказал ему, Иуда, целованием ли предаешь сына человеческого? И тут поражает, конечно, смирение Христа, ведь он не попрекает, не говорит гневно Иуде, он позволяет ему поступить так, но пытается его выразумить, потому что он прямо ему открывает, что он делает. И так как уже начинают происходить вещи, которые апостолам Христовым казались невообразимыми, то, чего они никак не ожидали, то происходит следующее, бывшие же с ним, видя, к чему идет дело, сказали ему, Господи, не ударит ли нам мечом? И один из них ударил раба первосвященникова и отсек ему правое ухо. То есть, вот они еще плотски понимают слова Христа, да, и вот то, что про меч говорилось, один ударил пришедшего раба первосвященника, из других Евангелий мы знаем, что это был Петр, апостол Петр, и отсекает ему правое ухо. Тогда Иисус сказал, оставьте довольны, и, коснувшись уха его, исцелил его. Вот это упоминает только евангелист Лука, что в эту минуту, когда силы зла здесь вот сгустились, пришли вот эти жестокие вот эти люди, сам Спаситель являет любовь и милосердие, и он исцеляет одного из своих гонителей. Вероятно, он приложил вот это отсеченное ухо к голове раба первосвященника, и оно, так сказать, стало на свое место, исцелилось, да, и для него, конечно, это огромная радость, но, да, вот святые отцы, они еще как говорили, что, если так аллегорически толковать, что, почему отсечено было это ухо, потому что иудеи потеряли духовный слух, они разучились слышать Слово Божие, и поэтому вот некое отсечение, но Спаситель исцеляет, возвращает ухо на место, в том смысле, что все-таки из народа иудейского многие услышат и примут благовестие Христова. Первосвященникам же и начальникам храма и старейшинам, собравшимся против него, сказал Иисус, как будто на разбойника вышли вы с мечами и колиями, чтобы взять меня. Каждый день бывал я с вами в храме, и вы не поднимали на меня рук, но теперь ваше время и власть тьмы. Тьме дается некая возможность проявить себя. Хочет человек поступать злобно, ну, пожалуйста, вот это твой выбор, прояви себя так, и даже кому-то ты причинишь страдания, это да, это будет власть тьмы, ты сам становишься тьмой, но со временем последуют, будут духовные последствия для тебя самого. Взяв его, повели и привели в дом первосвященника. Петр же следовал издали. Когда они развели огонь среди двора и сели вместе, было холодно ночью, ночью прохладно, сел и Петр между ними. Пока что он проявлял достаточную смелость, решимость, тем более, что он недавно орудовал мечом, и вот тут вот вдруг происходит испытание, которое не выдерживает Петр. Одна служанка, увидев его сидящего у огня и, смотревшись в него, сказала, и этот был с ним. Но он отрекся от него, сказав женщине, я не знаю его. Вскоре потом другой, увидев его, сказал, и ты из них. но Петр сказал этому человеку, нет, прошло сейчас времени, еще некто настоятельно говорил, точно и этот был с ним, ибо он галилеянин. И тут можно представить, что вот как меняется сама душа Петра в эти минуты, что вот он пришел, и тут люди, понимаете, они по-разному говорят, Петру никто официально такое обвинение не предъявляет, а просто вот одни из, там, служанка вот эта говорит, и этот был с ним, и тут он начинает как бы пытается, не то, что он хочет отречься от Христа, он пытается прикрыть себя, он пытается как бы спрятаться, скрыться, и в душе тоже начинает что-то вот так утесняться, когда мы отказываемся от нашей православной веры, думая, что мы ну просто вот как бы прикрываемся, что нет, вот мы внешне говорим, что якобы мы не причастны этой вере, а внутри думаем, что мы все-таки сохраним эту верность, нет, это самообман, это уже утрата вот цельности, когда внутри одно, на словах другое, и в конечном итоге это и предательство, и вот, значит, прошел даже час, еще некто настоятельно говорил, точно и этот был с ним, ибо он галилеянин, это и внешне было видно, особый акцент был у галилеянин, у галилеи, но Петр сказал тому человеку, не знаю, что ты говоришь, и тотчас, когда еще говорил, запел петух, тогда Господь, обратившись, взглянул на Петра, и Петр вспомнил слово Господа, как он сказал ему, прежде нежели пропоет петух, отречешься от меня трижды, и выйдя вон, горько заплакал. Здесь очень важно, что именно взгляд Господа, взгляд Христа, он вразумил апостола Петра. Спаситель находился в этом же дворе, еще до вот этих судебных разбирательств, он там же находился, и он услышал, как Петр отказывается, отстраняется, обернулся и посмотрел на него смиренно и с любовью, и этот взор Христов пронзил душу Петра, так что он сразу все понял, во-первых, затем он вспоминает предсказание Господа, и выйдя вон, горько плачет, раскаиваясь в содеянном. Некоторые, конечно, пытаются как бы прикрыть согрешение Петра, и говорят, что он просто поступал как разведчик такой, который прикрывается, говорит, что нет, это не я, на самом деле, ну, бывает, знаете, разведчики, они на территории врага, когда находятся, они должны скрыть свое подлинное лицо, хотя при этом действуют в пользу своей родины. Но в данном случае все-таки произошло именно отречение, и сам Петр это прекрасно понял, и поэтому он плачет, кается, и то есть, если это просто некое там прикрытие, то тогда и чего и кается, а тут он раскаивается, он понял, что предал, он понял, что отрекся. «Люди, державшие Иисуса, ругались над Ним, и били Его, и, закрыв Его, ударяли Его по лицу, и спрашивали Его, прореки, кто ударил тебя? И много иных хуленей произносили против Него». То есть, они же слышали, что Его называли пророком, он все видел, открывал даже мысли людей, и поэтому они как бы надсмехаются. «Прореки, кто тебя ударил?» А зачем это нужно? Господь позволяет им проявить все свое подлинное безобразие, и не собирается идти на поводу у их страстей. «И как настал день, собрались старейшины народа, первосвященники и книжники, и вели его в свой синедрион». То есть, начинается уже судебное разбирательство, синедрион считался высшим судебным органом в Иудее и сказали, «Ты ли Христос скажи нам?» То есть, им нужен был официальный повод для того, чтобы осудить на смерть. Он сказал им, «Если скажу вам, вы не поверите. Если же и спрошу вас, не будете отвечать мне и не отпустите меня». То есть, Спаситель говорит, что смысла нет отвечать вам, потому что вы у вас нет веры, во-первых, во-вторых, ведь Спаситель уже тогда в храме Соломоновом вел такой диалог, да, и они не знали, что отвечать ему, и они не были настроены отпустить его в случае, если бы обнаружилась истина. то есть, здесь речь о истине вообще не велась. И тогда он все-таки прямо им говорит, «Отныне Сын Человеческий восядет одесную силы Божьей». Имеется в виду, что Сын Божий, ставший Сыном Человеческим, восядет одесную Бога Отца, и явлена будет сила Божия». Это непосредственно совершилось уже при Вознесении Господа после Воскресения. «И сказали все, итак, ты Сын Божий?» Он отвечал, «Вы говорите, что я». То есть, да, и даже вы говорите. «Они же сказали, какое еще нужно нам свидетельство, ибо мы сами слышали из уст Его». На этой трагической ноте заканчивается 22 глава Евангелия от Луки. Понятно, что на суде не собирались ни в чем разбираться, а задача была просто обвинить нас и осудить на смерть. Мне воспоминается, как один из античных философов, он говорил так, что если бы истина воплотилась и приняла на земле облик человеческий, то люди не только не обрадовались бы тому, что вот сама истина ходит рядом с людьми. И они не просто бы отвергли истину, но они придумали бы самые страшные истязания, которым подвергли бы истину, и решились бы даже ее умертвить, потому что сами люди погрязли во лжи. Вот когда действительно сам Господь Бог, который есть подлинной истины, воплотился, то зло мира, оно не могло вынести явление спасителей, поэтому Господа подвергли вот таким несправедливым, вполне несправедливым истязаниям, но через это странным, таким парадоксальным образом, и пришло искупление мира, и дьявол был неспровержен. На этом мы завершили рассмотрение 22 главы, и с Божьей помощью в следующий раз продолжим чтение. Храни вас Господь, всего вам доброго! Субтитры подогнал «Симон»!